Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru Forbes опубликовал на днях свой собственный список 30 лучших ресторанов Москвы. Вернее, даже не один список, а три. По 10 лучших ресторанов с разным средним чеком. До 2700 рублей, от 2700 до 4000 рублей и более 4000 рублей. Практически все вошедшие в рейтинги рестораны публикуют свои меню и барные карты в открытом доступе, поэтому я на пару часов выпал из жизни, изучая самые разные перечни чаев и чайных напитков. В общем и целом изученным материалом я остался глубоко удовлетворен. На уровне создания чайных карт топовые московские рестораны с чаем работать умеют, а совокупное чайное предложение лучших московских ресторанов выглядит просто отлично. Да, безусловно, там в этих чайных картах есть к чему придраться. И ошибок куча, и некоторые решения совершенно неочевидны, и к некоторым поставщикам есть вопросы. Мало того, я отлично осознаю, что между концепцией подачи чая в ресторане, зафиксированной в чайной карте, и реальным чаем – пропасть, преодолению которой мешают и кривые руки исполнителей, и их текучка, и технические сложности, связанные с завариванием и подачей чая в общепите на стабильном уровне. Все это давно и хорошо понятно, и это чайная ресторанная рутина. Но при этом, повторюсь, теоретически, совокупное чайное предложение лучших московских ресторанов получилось очень хорошим. И вот почему. Во-первых, большая часть ресторанов просекла главную чайную ресторанную фишку, которая заключается в том, что чайная карта неспециализированного чайного ресторана должна состоять из двух частей. Одна часть – это традиционный чай, который удовлетворяет запрос гостей, который обычно формулируется как «выпить чаю». Традиционная часть чайной карты может быть реализована очень просто, на уровне «Саммерл Грейсенча», но может быть реализована и заковыристо, с использованием интересного хотя бы на уровне названий китайского и не только чая. Вторая часть чайной карты – это фирменные или авторские чаи, а иногда и фирменные, и авторские. Фирменные – это чаще всего чаи редких поставщиков, которые не очень часто встречаются на рынке, или даже чаи, созданные специально для ресторана. Авторские чаи – это чайные напитки, которые готовятся в самом ресторане. Обычно это разные яркие вкусняшки. Эта часть чайной карты удовлетворяет запрос тех гостей, которые хотят выпить чего-либо такого, чего они сами себе, в отличие от традиционного чая, сделать не могут. Этот банальнейший принцип – традиционный чай плюс авторский и или фирменный чай – обеспечивает в итоге весьма приятное разнообразие чая и чайных напитков в топовых московских ресторанах. Всякого проходника и банальщины типа молочного улуна, манго-смаракуи, эрл-грея, якобы десятилетнего пуэра, гречихи, облепихи и сваси и бабы-бабарихи – там, конечно, много. Без этого никак. Но есть там и ван-чай, и куча разных смесей из трав и ягод, и, простите, габа-алишань, и дохун-пау с деньхунами, и восточная красавица, и русский караван, и грузинский чай, и лишаню-луны с сада-кумай, и купажи с лимонным миртом, и черный чай с лепестками розы, и бергамотом из Калабрии. И это только малая часть того разнообразия, которое присутствует в чайных картах московского ресторанного топа. Короче говоря, московские топовые рестораны охотно работают с разными поставщиками, следят за трендами, что-то активно придумывают сами, и в результате обеспечивают вторую и уже фактически упомянутую причину интересности московских чайных карт – их разнообразие. Я собрал лоскуты наиболее интересных чайных карт в 15 картинок, посмотрите на все сами, картинки будут в сообщении. Третья причина, по которой мне эти чайные карты понравились, состоит в том, что московское чайное предложение адекватно с профессиональной точки зрения. Хороша ли каждая конкретная чайная карта каждого конкретного ресторана? Скорее нет, чем да, извините, что повторяюсь. Душный зануда типа меня всегда найдет к чему прикопаться. Но и бездушного занудства чайную карту каждого конкретного ресторана из списка лучших московских 24-го года с нашей чайной точки зрения можно заметно улучшить. Только непонятно, зачем это делать. Давайте на чистоту. Подавляющее большинство людей приходит в ресторан не за чаем. В общей прибыли московского ресторана, особенно дорогого, чай, несмотря на его высокую относительную маржинальность, заметной роли не играет. У чая, конечно, есть пиар-потенциал, но небольшой. Для нас, чайников, это немного обидно, но в настоящее время оценивать уровень московского ресторана по уровню и подаче в нем чая глупо. И гости ресторана обычно так не поступают. Короче говоря, если ресторан не специализируется на чай, а таких ресторанов в московском топе нет, то напрягаться на чай ему особого смысла тоже нет. Нужно, чтобы чай в ресторане был, потому что он присутствует в нашей гастрономической культуре. Нужно, чтобы он не был совсем уж позорным, чтобы не собирать негатив. И этого достаточно. Редких чайных снобов, которые будут морщить носик на то, что им чай в ресторанах не нравится, можно игнорировать. Или раздавать им презервативы, как в известном анекдоте. Возможное улучшение чайных карт московских топовых ресторанов потребует изрядных усилий, но не даст адекватной отдачи. Вот рестораны на него и не напрягаются. И это правильно. Это, кстати, не значит, что чайное предложение московских ресторанов не нужно развивать. Нужно и можно. Просто при планировании такого развития есть смысл исходить из того, что времена полной чайной дикости по меньшей мере в топовых московских ресторанах уже прошли. На сегодняшний момент, повторюсь, их совокупное чайное предложение является качественным и адекватным по меньшей мере на уровне чайных карт. И является неплохой базой для появления в ресторанах действительно интересных чайных решений. Такие интересные решения, то есть хороший чай и интересные чаепития, могут появиться в ресторанах только на уровне феноменов и только злобной волей самодура. Ну или, если использовать более привычные термины, то в рамках авторской концепции и или как результат хороших личных отношений между высокоранговыми специалистами. И это нормально. Действительно хорошие вещи в ресторанах обычно как-то так и появляются. Причем не только в Москве, это универсальный принцип. При этом на той чайной базе, которая уже есть в московских топовых ресторанах, шансов появиться у интересных решений гораздо больше, чем на пустом чайном месте. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru Удачи!